Без света, без тепла и даже без лестницы временно остались жители дома номер 13 по улице Заводской в Нижневартовске. Такой сюрприз ожидал их сегодня утром. Обрушились ступеньки первого этажа во втором подъезде, а вместе с ними оборвались и коммуникации. К счастью, пострадал только подъезд жилого дома. По данному факту, окружное следственное управление организовало проверку. Имеются признаки преступления, выполнение работы, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. С места коммунальной аварии наш коллега Михаил Светышев. Недобрым выдалось утро для жителей этого дома. Их поджидал неприятный сюрприз. Вместо ступенек второго подъезда они обнаружили клубы пара. Возможно, в роковом событии сыграла свою роль цифра номер 13. Специалисты объясняют это прозаически, подвижкой грунта, в результате чего просела бетонная подушка основания. Возможно, причиной происшествия называют просчеты при строительстве именно этого подъезда. Простенок, на котором крепились ступеньки и теплопровод, стоял не на сваях, а на бетонной подушке, залитой прямо в грунт. С годами под ней образовалась пустота, которая привела в движение конструкцию. Треснуло бетонное основание, треснул этот простенок и подвижка пошла вниз. Поэтому произошло обрушение непосредственно лестничного маршала. Когда простенок просел, потянул за собой трубопровод и произошел порыв в теплосети. В честь коммунальщиков, к 10 часам утра электро- и теплоснабжение было восстановлено. А при разборе завала выяснилось, что разрушенные ступени были не заводского исполнения. Произведено строителями при застройке дома в 1979 году. То есть с правой стороны были опорные конструкции, выложенные из кирпича. На них укладывались ступеньки. С левой стороны был простенок, на который тоже в свою очередь укладывались ступеньки. Специалисты управляющей компании своими силами провели обследование всего дома. Мы дополнительно прошли со своими специалистами поэтажно. Плюс посмотрели первый подъезд, состояние там как бы. Дополнительных каких-то трещин, изменений в конструктиве не наблюдается. Сотрудники управляющей компании закончили демонтаж обрушившейся лестницы. И к вечеру уже собираются поставить новую. Но поможет ли это дому, которому в этом году исполнилось 44 года, покажет время. Хотя говорят, что безопасности жильцов ничего не угрожает. Михаил Светожев, Сергей Заяхин, телерадиокомпания Югра, Нижний Вартос.